Именно эту новость мы ждали, обещали, переживали, волновались, не спали. Сложно описать наши эмоции. И вот время пришло, мы готовы рассказать о самом важном, волнующем событии последних недель. 9 января мы передали Харьковскому областному центру службы крови дизельный генератор мощностью 100 кВт. Харьковский центр заготавливает, тестирует, изготавливает и хранит компоненты крови. С начала вторжения он многократно подвергался обстрелам, но при этом сохранил персонал, оборудование и все требования к технологическому процессу. Мужественно украинские врачи работают и живут в подвале здания центра. До сих пор центр не мог полностью обеспечить себя электроэнергией при ее отключениях в результате обстрелов. Мощности имевшегося генератора не хватало. Благодаря новому генератору центр сможет работать круглосуточно и без перебоев снабжать больницы компонентами донорской крови. Пострадавшие от российских обстрелов смогут бесперебойно получать жизненно необходимую помощь. Средства для покупки генератора 30750 евро были собраны всего за неделю при поддержке сотрудника компании GSA Capital Павла Жлобича. Мы выражаем сердечную признательность господину Жлобичу и всем тем, кто помог нам купить этот генератор для Харьковского центра службы крови. Это наш первый, но не последний большой генератор и другое оборудование, которое мы покупаем с вашей помощью. Проект «Вернем тепло и свет Украине» продолжает работу. Давайте вместе поможем украинцам преодолеть гуманитарный кризис, устроенный Путиным. За инициативу Харьковской областной ради Харьковский областной центр службы крови отримал дизельный генератор 100 кВт. Мы очень благодарны фонду WFU World за организацию сбора денег компании GSA Capital и Павлу Жлобичу за то, что они долучились до сбора денег. Кроме того, хочу поддаковать раднику главы областной ради Наталье Попове и Марии, которые коммуникували и долучились до такой хорошей инициативы. Благодаря генератору Харьковский областной центр службы крови может беспредельно обеспечить компонентами поранених цивильных детей и воиновных детей. Щиро влячьем все будет Украина!